К нашему эфиру присоединяется Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Александр, здравствуйте. Приветствую. Доброго вечера. Хотим начать сегодняшнюю тему с обсуждения Авдеевского направления. Есть мнение о том, что там необходимо все-таки нашему противнику перегруппироваться, и для этого им нужна некоторая оперативная пауза. Так вы видите ситуацию на самом деле, и если мы говорим об оперативной паузе, как вообще это может происходить, и чем это, возможно, чревато для противника? Да, им необходимо сейчас подготовиться к третьей волне наступления на Авдеевку. И если сейчас проанализировать более детально, какие силы и средства принимают участие в боевых действиях в районе города, вокруг него в северном секторе, в южном, пытаются там с юго-восточного сектора заходить и так далее, то в основном в этих боевых действиях принимают участие подразделения 1-го армейского корпуса. Это 1-й армейский корпус так называемой ДНР. И уже только лишь второстепенную роль играют такие подразделения, как 55-я, 74-я отдельная мотострелковая бригада 41-го армейского корпуса. 41-я общевойсковая армия, прошу прощения. Кроме того, можно встречать и 2-ю общевойсковую армию подразделения из состава 30-й отдельной мотострелковой бригады. Но при этом, опять-таки, практически не задействованы подразделения 15-й и 21-й бригады, которые достаточно боеспособны и весьма активно принимали участие в ходе первых двух волн наступления. То есть, куда они подевались, где они пропали. Вот как раз это и является признаками того, что в первую очередь кидают представителей 1-го армейского корпуса, того, кого не жалко, а регуляры российской армии, они сейчас заняты тем, что накапливают силы, перегруппироваются и готовятся к довольно-таки мощной третьей волне наступления. Александр, я хотел бы, знаете, у вас вот таким образом спросить о ситуации не только так вокруг Авдеевки, но и Маринки. И если мы говорим о том, что враг концентрирует свои усилия именно на боевых действиях вокруг этих населенных пунктов или в направлениях соответствующих, вот спрошу у вас так, а как много вот в этих вещах, как сейчас ведет себя армия оккупанта, политики, да, а не каких-то там планов, разработанных на уровне там Генштаба или Вооруженных сил Российской Федерации в целом? Да, и как бывает, если оценили мнение, да, когда люди просто говорят, что вот по сути, если Путин там встречается с Шойгу или Герасимовом где-то там в Ростовской области, то вот практически, если не дословно, но, да, вот с такими намеками отмечается, что вот у него же там будет прямая линия с российским народом. Вот до 14 декабря, ребята, надо показать хоть какие-то результаты. И вот таким образом все и происходит. Насколько, ну, знаете, насколько есть основания предполагать, что вот такой политический окрас вот в этих решениях, как они себя ведут, присутствует? Ну, да, конечно, он присутствует. И, в принципе, уже неоднократно, когда разбирался вопрос, связанный с Авдеевкой, то отмечалось, какого-то сейчас, какой-то важной роли в тактическом плане она не играет для россиян. То есть, да, это неудобный плацдарм под боком в Донецке, но есть куда более важные направления, куда важные локации, куда можно было бы сконцентрировать все эти силы и средства. Но вместо этого российское командование отдало предпочтение Авдеевке. Почему? Поскольку они увидели там окно возможностей, что Авдеевку довольно-таки легко охватить и окружить, перерезав основную логистику, и это будет довольно для них, они посчитали, легкая победа, если сконцентрировать довольно-таки серьезный ударный потенциал. Но получилось не так, как планировалось, и фактически они сейчас вынуждены перейти к плану «Б», а именно пробовать своими наступлениями вдоль линии обороны по линии боестолкновений фактически те локации, которые уже давно у всех на слуху. Это та же самая «Маринка», это опять-таки Лимонокупенская ось. Мы сейчас можем ожидать в ближайшее время активизации в районе Углидара. То есть они это не делают, потому как у них нет дефицита с ресурсом, у них всего достаточно, и они могут себе это позволить. Нет, они сейчас помимо Авдеевки пытаются захватить «Маринку», например, пытаются захватить, будут пытаться захватить «Углидар», пытаются двигаться в районе Бахмута, опять-таки отбить контроль над Клещевкой и Андреевкой. И это все звенья одной цепи, чтобы хоть что-то у них получилось или под Новый год, или под выборы, так называемые, президента, так называемого, России. Испытывают совершенно разные направления на прочность. То, что россияне стягивают танки, также боевые машины пехоты в район Углидара, есть предположение, что там все-таки планируется наступление, это также несколько политически обусловлено, либо это имеет определенную техническую важность именно в плане боевых действий для россиян. Вот если говорить непосредственно про «Углидар», то он имеет определенную важность, да. Россияне пытаются захватить «Углидар», поскольку это будет отправная точка для того, чтобы расширить свое влияние в данной зоне, в данной локации и обезопасить железнодорожное сообщение с востоком и югом. То есть это все делается ради логистики. Отодвигают нашу линию контроля севернее, чтобы у них была с востока на юг более безопасная логистика железнодорожная именно. А пока контролируется «Углидар» силами обороны Украины, практически эта железка, этот отрезок, он находится под огневым контролем со стороны сил обороны Украины, и они никак не могут наладить это железнодорожное сообщение с востока на юг. Поэтому да, «Углидар» имеет определенные тактические цели, но тут другой момент. Сколько раз они пытались, им это не удавалось. Несколько было попыток оккупаться в «Углидар», им всегда не хватало ресурса. И в данном случае, если они будут накапливать ресурс, который превышает тот, который использовался ранее, могут попытаться. И в принципе, они подобно и в Маринке пытаются делать, и в Бахмуте, и в Авдеевке. То есть им ресурс не жалко. Хотя, опять-таки, «Углидар» — это локация, которая, ну, вокруг которой поля действительно усеяны огромным количеством российских оккупантов и, ну, приумножат их. И вот все-таки стоит отметить, что «Углидар»-то не был под оккупацией, в принципе. И конкретно сейчас, почему только сейчас россияне все-таки вспомнили о том, что это для них может действительно иметь важность, как минимум, на второй год войны. Страдает логистика, поскольку на юге. На юге не так все просто с логистикой, особенно после того, как была повреждена одна из железнодорожных веток Керченского моста. И она сейчас до сих пор не функционирует. Там он функционирует, железнодорожная часть функционирует в реверсном режиме. И после этого уменьшился грузопоток, уменьшилась нагрузка. Это все влияет. И, соответственно, уменьшились возможности по обеспечению южной группировки. Частично этот вопрос пытаются решить и решают дорожным сообщением из России через Мариуполь на Бердянск и Мелитополь. Частично пытаются из Таганрога морским путем по Азовскому морю на Бердянск решать этот вопрос. Но, в принципе, это не тот объем, который позволял бы давать железная дорога. Поэтому для них это очень важный момент. Александр, как раз у вас хотел спросить о возможных перспективах расширения плацдарма для Украины на левом берегу Днепра. Каковы перспективы, по вашему мнению, если мы говорим о том, что есть вопросы по логистике у армии оккупанта именно на южных направлениях. И если мы исходим из того, что, по сути, одним из основных плацдармов противостояния остаются бои вокруг Марьинки, вокруг Авдеевки, и, соответственно, то получается, что у врага, у противника сейчас, ну, скажем так, если немало сил для того, чтобы остановить расширение украинского присутствия на левом берегу Днепра в Херсонской области. Но есть определенные вопросы по поводу того, как же в дальнейшем держать вот эти удары со стороны ВСУ. Да, действительно. Сейчас российское командование именно на левом берегу занято тем, что оно усиливает свою группу войск Днепра. Сейчас она уже начинает превышать 68 тысяч личного состава и продолжает увеличиваться. За счет этого они планируют охватывать большие территории по левому берегу для их контроля. Следовательно, попытки блокировать продолжатся расширение нашего плацдарма. Но вот в том-то и дело, что на сегодняшний день, имея количественное превосходство, они не могут полностью предотвратить расширение нашего плацдарма, несмотря на то, что мы по логистике, конечно же, там находимся не в самом лучшем положении. И это лишь все подчеркивает тот момент, что силы обороны Украины используют определенного рода тактику, которые противодействовать россияне не могут. Пользуясь превосходящими высотами, господствующими высотами с правого берега, у нас намного лучше контрбатарейная борьба. Борьба поставлена именно по левому берегу, отрабатываем намного лучше, чем россияне могут отвечать. И, помимо прочего, ограниченные возможности по использованию радиоэлектронных комплексов радиоэлектронной борьбы россиянами дали нам возможность с помощью дронов вести, ну, по сути, назовем это так, условно, огневой контроль трассы 2206. И это значительно им осложняет как мобильное перемещение и безопасность перемещения именно по этой трассе. Она у них последняя из тех, которые позволяют по левому берегу, от Олешек до Новой Каховки, мобильно перемещаться и осуществлять контроль левого берега. Если они потеряют уже физический контроль над этой трассой, то тут я могу сказать так. Как минимум, первый рубеж левого берега Ферсонской области россиянами будет потерян. То есть без 2206 они не смогут полноценно контролировать события, которые там происходят. И им следует, нужно будет уже отходить на более выгодные позиции. Александр, ну давайте далее поговорим о том, как все-таки пытаются и учиться вооруженные силы Российской Федерации. Мы никогда не занимались шапкозакидательством и не недооценивали врага. Так, командование армии Российской Федерации использует боевой опыт участников войны против Украины для подготовки будущих генералов. Об этом сообщает британская разведка. По ее данным, в декабре в Российской Академии генерального штаба начался новый набор офицеров. Минобороны заявили, что более 60% из них имеет боевой опыт. По данным аналитиков, обучающиеся в Академии обычно имеют ранг между майором и генерал-майором, что эквивалентно генералу с одной звездой в системе НАТО. Их выделяют как имеющих потенциал для высшего командования. Я хочу также напомнить, что в начале декабря российские власти сообщили, что на войне против Украины был ликвидирован генерал-майор Владимир Завадский, заместитель командующего 14-м армейским корпусом России. Он стал седьмым генерал-майором, смерть которого подтвердила Россия и 12-м генералом, о гибели которого стало известно с начала полномасштабного вторжения. Так вот, ощущается ли в менеджменте, скажем так, российской армии вот такая потеря в штате генералов и насколько действительно ее реально так быстро восполнить? Не будет ли это, что, знаете, наспех разданы звания и принято решение, чтобы просто были генералы? Ну, раздать звания наспех, конечно же, можно. А вот насколько он будет соответствовать своему уровню, своему званию, это совсем другой вопрос. Это такая же самая проблема не только с генералами. У них вообще с офицерским составом большая проблема. С младшим офицерским составом так и вообще подавно. Младших офицеров критически не хватает в российской армии. Причем не просто так офицера, которому нацепили звездочки, а тот, который имеет хоть какой-то базовый опыт, опыт ведения боевых действий. Фактически Россия сейчас решается по всем уровням командного состава, профессионального командного состава. Я даже сказал бы так, не то чтобы профессионального, а командного состава, который хотя бы приблизительно осознает, что от него требуется, какие он должен выполнять функции, какие функции выполняет его подразделение, и чтобы он вел в бой свое подразделение, достаточно хорошо зная его функционал. Такого нет. У России с этим серьезная проблема. И это если говорить о младшем офицерском составе. А тут высший офицерский состав, для которого принятие решения совсем другого порядка, совсем другого уровня, и подготовка их должна происходить куда более долгосрочно. Еще безусловно за плечами каждого должен быть определенный опыт, серьезный опыт. И если мы говорим про опыт боевых действий, то одно дело, когда он есть на бумаге, совсем другое, когда он прочувствован так, реально, физически. Поэтому ускоренная штамповка генералов, она ничего не даст российской армии, кроме, конечно же, того, что будут продолжаться те же самые, будут допускаться те же самые ошибки, которые допускались и до того. Ну, как ошибки, это даже не ошибки, это вообще традиционная методика ведения России войны, когда вместо тактических и каких-то, я уже не говорю про стратегического уровня, хотя бы тактических ходов неожиданных, мы будем видеть выстроенные в порядок колонны, мы будем видеть бесконечные штурмы, которые в СМИ получили название, мясные штурмы, и просто количественное превосходство будет давать какой-то ситуативный, весьма сомнительный результат, а не опыт и некий стратегический гений. Просто если при наличии ликвидированных уже генералов Россия себя называла второй армией мира, и этот миф развенчался, то что же теперь можно будет сказать о российской армии, если наспех будут выданы вот такие должности и звания, ну, вероятно, этот вопрос пока что останется риторическим, и не только для Украины, но и для россиян, и для всего мира будут очевидны последствия немного позже. Да, я не удивлюсь, если я увижу генерала на белом коне с шашкой на голову, которая будет штурмовать Авдеев. И так же, что у них как бы не то, чтобы там плохо, но если мы говорим о том, что восполнить эти потери в ближайшем каком-то обозримом будущее нереально, то, по вашему мнению, как в дальнейшем будет развиваться ситуация, но с учетом множества факторов, да, с учетом того, что если там в начале полномасштабного вторжения мы говорили об и, да, по планам все должно было происходить намного быстрее, то одно дело поддерживать там 150 и пускай даже 200 тысяч группировку, нежели там в количестве 400-450 тысяч человек. Если мы говорим о том, что там пытаются увеличить материально-техническое обеспечение, да, и, соответственно, если мы говорим о планах Путина в дальнейшем играть в долгую, то давайте с вами хотя бы, знаете, ну, попробуем спрогнозировать, как будут развиваться бои, как будет развиваться ситуация, ну, в ближайшие два-три месяца, я имею в виду уже не осенний, а уже, по сути, зимний период, или, возможно, мы с вами сможем как-то поделиться ожиданиями по поводу вот начала весенних каких-то кампаний? Ну, они не будут снижать уровень интенсивности ведения боевых действий на протяжении зимы, для них есть идея фикс, фетиш номер один, это Авдеевка, они будут пытаться также оккупировать Марьинку, для них очень важно вернуть под контроль Клещевку и Андреевку в районе Бахмута, также они будут конвульсировать по Лиманов-Купинской оси, регулярно демонстрируя там свою активность, и абсолютно не исключается возобновление боевых действий в районе Углидара, наступательных действий, то есть вот примерно в ближайшие три месяца они будут акцентировать внимание именно по этим направлениям, по этим локациям, там будет наиболее интенсивные боевые действия проводиться. Конечно же они будут продолжать увеличивать свою группировку, они не будут ее уменьшать, и тут если говорить об обеспечении, то они упираются в проблематику обеспечения, ведь чем больше людей в составе войск, тем больше им необходимо обеспечение даже технической компонентой, технической компоненты им больше они не могут обеспечить. У них предел, например, того же самого поставок танков в зону боевых действий, да, они там три смены себе устроили, но можно хоть сколько угодно этих смен сделать, а когда у тебя одна производственная линия и отсутствует у тебя их 20 или 30, ну, сколько бы ты смен не устроил, ты не сможешь выпустить больше танков, только с учетом этой одной производственной линии, работающей 24 на 7. И они ограничены именно по вот этим техническим параметрам, следовательно, они не будут поставлять в зону боевых действий критически много, и я бы сказал так, не критически много, а хотя бы сколько, сколько необходимо за штатом всему тому количеству, что присутствует в Украине, сколько необходимо за штатом техники. А если не будет достаточно техники, то это рост потерь. Рост потерь вынуждает к чему? К набору еще большего количества живого мяса. Набирают еще больше, значит, нужно еще больше техники. Опять-таки возвращаемся, а ее не предоставят. То есть, вы видите, это замкнутый круг, и поступательно российская армия будет превращаться в большой маршевый батальон, где пехотная компонента будет превалировать над технической. И поэтому с силой обороны Украины должны сейчас менять основную свою тактику ведения боевых действий, которая будет заключаться в 2024 году в том числе, в том, чтобы увеличить в разы и, возможно, даже и больше, на порядок увеличить уничтожение российской живой силы. То есть, ставка делается именно на это. Для чего нужны соответствующие инструментарии от наших партнеров. Благодарим вас, Александр, за то, что вы присоединились к обсуждению этой темы. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы информационных сопротивлений, был с нами на связи. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы.